Всех приветствую на своем канале. Это видео будет посвящено обзору посылки из Риди, из Латвии. От двух замечательных девочек, моих подписчиц. И еще их подружки. Потому что там был привет. В общем, вот такая вот карабинь мне сегодня пришла. Сверху были такие вот бумажки розовые. Я вообще люблю всякие такие розовые бумажки. Вообще люблю бумажки. Не розовые цветы. В общем, тут были такие вот бумажки. Ну, чтобы оно не протянулось эти. Я думаю, практически все, наверное, любят. У меня бабушка очень любила эти пакетики, которые вот надо лопать. Ну и сама посылка. В общем, и вообще там было письмо. Очень хороший такой почерк читабель. В общем, я не знаю, может быть, я бы неправильно произнесу. Это лайма или лайма Рига. Шоколадка 100-граммовая. И вот я еще заметила, когда была в своей единственной поездке в Финляндии, в Хельсинге и в Талине, в Эстонии. Ну, там еще пара готов каких-то была. Но суть такая, что я вот заметила тогда еще у них, когда покупала эти все сувениры. В основном у меня сладкие сувениры были. В общем, тут у нас темный шоколад лайма. Состав сахар, какао тертая, какао масло, какао порошок с пониженным содержанием жира. Вот это вот я заметила еще тогда у них на шоколадках, как написано, просто вот именно с пониженным содержанием жира. В общем, такая вот шоколадка. Большое спасибо. Обязательно попью чайку. Сама, может, еще кого ващу. Так, в общем, вот такая вот конфетка. Тут, по-моему, она с варфелькой или с чем-то таким. Намедом. Или номедом. Так. Возможно, в кадре у меня будет код. Топилока вообще... Я так поняла из письма, что эти такие шарики кладут там в чай, что-то такое получается. Я так поняла, что есть, но я как-то покупалась и несколько раз маршмеллоу, такие маленькие мармеладки, зефиринки, которые в кофе кидают или в какао. И они там размокают так. А это надо кидать чай. В общем, вообще, я не знаю, пробовала сама топилку или нет, но одно время я где-то их видела и хотела, вообще в интернете, в магазинах каких-то, хотела, в общем, попробовать. Ну, тут написано вообще, что с этим делать, что-то кидается в жидкость на 2-3 минуты, ну и потом, видимо, пьется. Ну, это я так краем уха, точнее, краем глаза просмотрела, тут вот английскую вариацию, и вот сзади. Такие прикольные, 250 грамм. Я их и так попробую. Так. Ну, в общем, вот это вообще, у меня, у меня есть свой жасмин, теперь у меня есть еще вот такой жасмин, но вот у нас то, что растет в деревне, он немножко по-другому там, бутончики как-то. Я так поняла, что жасмин бывает несколько видов. Вот такой тут 30 грамм, ну, слушайте, такой это пакетик объемный, жасмин. Из Китая. Позакидываю куда-нибудь. Вообще, я одно время очень-очень любила зеленый чай жасминовый. В общем, пила до упора, потом, видать, меня попустила, я несколько лет не могла его пить вообще. И потом меня снова потянуло на жасминовый чай. В общем, позавариваю, попробую, может, даже в чистом виде заварить. Спасибо большое, девчонки. Так, конфеты. Ну, я сначала, значит, подумала, что они с мятой. Потом думаю, ну, как-то они так называются. Странно. Или листики такие. Я, кстати, уж что, люблю траву всякую собираю, да, но я иногда вижу эту мяту. Мята ли это? Сейчас попытаюсь произнести. Пайперметру. Или как-то так. Или пипометру. Ну, я почему-то захотела представить именно Пайперметру. Мятру, может быть. Леденцы. Ну, в общем, как из письма я поняла, что это мятные леденцы. Значит, первое впечатление у меня не было обманчивым. Я вообще люблю мятные леденцы. Мятные конфеты. Сейчас даже вскрою вам. Нет. Только хотела сказать, а может, не вскрою, и она поддалась. Вот такие вот конфетки. Пахнут мяткой. Вообще. На самом деле, у меня тут дня три было, вот так вот свене подавленное. Я вот иду, значит, с нашего спектакля и вижу у меня там бумажка в почтовом ящике, смотрю, бумажка на почту. Так вот, из Латвии. Так, о, из Латвии. Ну, в общем, сначала до дома, потом уже на почту обратно, забудешьла из дома. В общем, очень я так обрадовалась. Я обрадовалась уже, чисто увидев эту бумажку. У нас еще такая грозища внезапная, 6 апреля. Люблю грозу в начале апреля. Когда какой-то там гром. Ну, что, весенний, апрельский гром, бла-бла-бла. Сначала смотрю, вот так вот, темно-темно. Еще, думаю, выбежала без зонтика. Думаю, сейчас наверняка ливанет. Но я умудрилась успеть обратно домой. И у нас, допустим, на мое счастье, не было, как обычно, очереди. Из одного человека, да. Ну, и прихожу домой, и так вот, темно-темно-темно. Я сейчас чисто сижу, лицом как ну, и камера стоит напротив окна. Но у меня 5 лампочек, потому что у нас там, может быть, уже закончилась гроза. Но дождичек такой. Ощущение, будто не 4 часа дня. Ну, даже, сколько сейчас? Сейчас 6 часов вечера, да, где-то. Ощущение, что, ну, где-то 4 часов дня, вот ощущение такое, что где-то часов 8 или 9. В общем, тоже лайма. И лайма. Рига. Это у нас тут с черным рисским бальзамом. У меня у подружки Машки, по-моему, есть вот чисто сам этот рисский бальзам. Кто-то ей там привозил. Из родственничков или друзей. В общем, попробую конфетки. У меня сегодня тетушка должна дойти. Что я с ней чайку тяпну. Как раз с этими конфетками, возможно. Ну, или с какими-нибудь другими. Вот еще конфетка. Сиренада. Батончик такой. Так. Еще у нас тут что такое. Блин, ведь хотела посмотреть еще в интернете, что это такое. И что-то меня склинило, я забыла. Прочитала письмо и забыла. Так, это у нас какой-то тамарин. Конфеты из него. Ну, и я тут состав почитала. Я еще что-нибудь подумала, просмотреть, что это такое. В общем, тут у нас тамарин, сахар. По-моему, рисовый порошок, если я правильно поняла. Испорт. Я, кстати, совсем недавно узнала, вот может смеяться, что соль это усилитель вкуса. Вот я подружке говорила, вот купила овсянку, значит, овсянка, вишенка сушеная, сахар и соль. Ну, сахар понятно, но соль зачем? Всегда думала, зачем в кашу маму там овсяную класть соль. Хотя вот овсянку я соль вообще не кладу, сама когда варю. А в манку вот я могу сахар не положить и соль положу. Еще манку можно с сыром и солью, вкусно. Так, это у нас мята и крапива. Вот я все собрала, но крапивы что-то у меня в этом году вообще, в смысле в том году, не собралось. Я все хотела попробовать какой-нибудь сбор сделать сама, чтобы там была крапива. Ну, теперь попью готовый. Верховина, верховина. Блин, вроде по-русски так вот, читабельно. Мне даже интересно стало этот сам язык такой. Так, карпатский, высокогорный, травяной чай, крапива и мята. Крапива у нас тут 70%, мята 30%. Так. А сейчас сделано, написано на Украине, внизу. Гайка чай, агалка чай. Ревоп. В общем, попьем. Так. Вот это я когда увидела, я отдельно запоткала и стянула товарищу по команде. Ну, по-моему, товарищ не проникся, а я так в восторге в таком. Ютака. Японский. Чай. Генманча. 30 грамм. Я даже после этого видео там вставлю ссылку на этот, на видос свой про эту генманчу. Вот таких пакетиков. Прикольно. Я, наверное, его сегодня заварю даже. Вообще. Вообще. Крюло. Так. Вот это, я не знаю, чё. Шанхай. 125 грамм. Верх. Зелёный. Личина. Ну, как я поняла, это чай, потому что в письме было написано, что три чая. Но сначала я что-то его так взяла, и у меня так сразу ассоциация пошла с этими палками-вонючками. Отдели. Даже захотелось её пожечь. Точно чай-чай-чай вот наверху. Я что-то так посмотрела, такой рисунок интересный, только сейчас поняла, что нарисован-то чай. И иероглиф-то тоже чая. Вот рассеянная-то. Прикольно. Ра-ра-ра. Так. Вот это вот у нас то, что мой товарищ по команде обозвал мне, что это совсем не то. Хотя тут написано, что сделано руками. Ну, вообще написано на английском. Сделано руками. Моки. Так. Из красного забыла кого. А вообще тут написано Юки и Оф. В общем, Юки это у нас Снег или Оф. Снег или Оф. Я даже помню, что-то такое фоткала, и прикола ради написала Юки-тян. Зима там, что ли, какая-то была. У нас 6 штучек. Кроме меня их никто не ест, никому не дам. Ну, по крайней мере, из тех, кто тут рядом, вообще вот, в угле-то находятся из моих знакомых. Никто не проникся этим. А мне это очень нравится. Спасибо большое. Так. Еще у нас тут была такая открытка. С Лигой. Когда-нибудь я до нее доберусь. Лёля, Сони и Енессы. Привет. Вам тоже привет от меня. Классно. Так. Люблю открытки. Одно время в детстве коллекционировала открытки и календарики. Вот руки что-то все пока не дошли. Где-то у меня лежит. Ну, может быть, оно лежит у меня не в этой комнате, а в моей. Ну, когда-нибудь, наверное, они мне попадутся. Так. Вот тут письмо такое было. Я вам его не покажу. Ну, почерк такой классный, читабельный. Такой хороший. И перечисление всего, что тут есть. Как раз вот для меня. А то я иногда смотрю так это. Смотрим книгу, видим фигуру. Это что-то знакомое, а чуть такое не пойму. Тамаринда. Это же рейки из Тамаринда, оказывается. Мочи из красных бобов. А вот эти вот жемчужинки-тапилоки, чтобы делать бубль-чай в домашних условиях. Вообще первый раз читаю про бубль-чай. Никогда не делала. Не знала, не слышала. Может, конечно, меня кто-то угощал, в каком-нибудь кафе попадалось, но я не знала, что это такое. Да, и календарь сведомерики. Конфеты с лишним черным бальзамом, леденцы со вкусом мяты и конфетки. Конфетки, да, все вот это я увидела. В общем, и вот тут вот я его даже еще не распаковывала. Так, я его не крепко наградила. И сейчас я его вскрою. Короче, приятно. Такое письмо классное дозовут. Сейчас смотрят вот таком вечером. Не буду бросать, не буду, не буду. Буду снимать что-нибудь. Может, не всегда часто, но бросать не буду. Очень плево. У меня как раз этот календарь только на кухне от Аленки с Настей, с Хэппи. А так вот в комнате у меня сейчас вообще что-то как-то. Календари за прошлый век. Сейчас я вам покажу и сама узнаю. Не, а так прикольно. Тут даже по-русски есть. Я помню, из Сталина привезла тогда открытки. Что-то поштучно не было или как-то так. И вот они вот такой гармошкой были. Я всем хотела раздавить, а у меня только, по-моему, одна подружка только взяла. Говорит, а все так неудобно, неудобно. Но они такие красивые, такой гармошкой. А мне так обидно сразу лутало. Блин, привезла специально людям. Там тоже всякие-таки разные виды были. Алина, тут Рига. Ух ты, прелесть-то какая. Вообще, если покатит вот такой видос, ну, в смысле, вот это вот, что там сзади у меня, это книжки, то я в следующий раз постараюсь что-нибудь заснять тоже в этом месте. И, надеюсь, уже будет солнышко там в окнах светить. У нас сегодня, на самом деле, утром было очень солнечно, когда я бежала, практически опаздывая на выступление на жарданках. Не знаю, есть там видос или нет, но вот мне там скинули на флешку вчера на генной репетиции того же спектакля. Только на вот другой день на монтаж. Вот. Ну и да, я постараюсь, может, завтра, вообще, обещал человеку завтра, обещанного, три года ждут у меня уже, наверное, целый месяц. Чай Улун, свое мнение скажу, постараюсь завтра записать видео. Может быть, постараюсь даже здесь не писать. Читающий мальчик. Чешет черепушку. Цветочки. Почти как в городе побывал. Осень. Осень везде классная. Такая оранжевая. Как гляденчики. О, на Монбассе смахивает. Закат. Я одно дело, время очень любила эти закаты фоткать. Еще на старый такой ходок, пленочный, фотик. И в деревне, и в цветочном. Там почему-то стабильно такие, очень красивые закаты всегда были. У меня даже какая-то фотка в рамочке стоит. Тех времен. Зима. Крестьянин торжествуя куда-то там, чего-то там. Тут у нас какой-то текстик. А, история Риги. Я думаю, мелко. Вам не видно, но все равно показалось. И на следующий год еще в завесах календарик. Все классно. Я попыталась прочитать в воскресенье, но я не уверена. Мысленно-то я прочитала. Цвет Диена. Цест Диена. Пьект Диена. Ну да, я и газеты читаю с конца. Вчера на репетицию жила какую-то с конца почитать. В том, правда, у меня ее волокли и начали читать сначала. Сначала-то неудобно. Да, вот что я поняла. Тут в конце, в общем, это то, что в самом внутри есть. В общем, такая он. Такой клевый календарь. Я не знаю, насколько я восторженная. Но вообще, на самом деле, я очень рада. Может, я просто такая яренькая отвлекаться от этого дождя. Вот еще раз покажу. Конфетки. Ну, моти. Но тоже конфетки-то, да? Плотенькие же. Блин, я его даже вскрыть уже хочу. Когда вдруг до меня дошло, что это чай. Сейчас я его вскрую. Чай. Какой бумажки прикольные. Зелененький. По-моему, это порох. Вообще, когда я стала пить чай, в смысле, зеленый чай, а не черный, там непонятно какой, полупрозрачный, а зеленый, то почему-то все время пила исключительно порох. В общем, большое спасибо вам, девчонки. Так, сейчас я уточню. Вика, тебе тоже привет. И вам, Инесса, Соня, ответный. В общем, всем спасибо за просмотр. Ну, всем хорошего-хорошего настроения. Пусть у вас не будет дочечка, пусть всегда светит солнышко. Но не всегда, солнышко тоже всегда это скучно. Ну, короче, хорошей погоды, хорошего настроения. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!